Сегодня в нашей стране отмечают День Радио. Мы поздравляем каждого, кто причастен к этому празднику. Георгий Разуваев, голос Калужской области, расскажет нам о трудностях, о радостях и даже казусных моментах радиовещателей. Многие подумают, что утро каждого человека начинается с кофе, но это совершенно не так. Утро человека начинается с хорошей музыки, которую он слушает на радио. Поздравляю всех, причастных к этому празднику. Как отмечает Георгий, утренние и ночные эфиры даются нелегко, ведь программу нужно собирать заранее. Приходится просыпаться в 4 утра, чтобы в 5-6 утра начать вещание. А какие казусные моменты были? Когда мы ведем прямой эфир, был такой звонок у нас один раз. Мы ввели эфир, у нас был розыгрыш. И мы просим радиослушателей позвонить в эфир и отдать правильный ответ. Выигрыш 10, по-моему, пицц. Это супер-мега-розыгрыш. И поднимаем трубку, а в эфире говорит, здравствуйте, там женский голос. А Елену Степановну можно? Вот. Мы говорим, нету. А кто это? И позвонила женщина, ошиблась номером. А мы были вынуждены первому дозвонившемуся отдать приз. То есть человек совершенно непричастен был к нашему розыгрышу. И женщина выиграла 10 пицц. Да, это было самое интересное. После женщина стала постоянным радиослушателем и участвовала во всех эфирах. Радиовещание – увлекательная работа. В прямых эфирах ты можешь пообщаться с интересными людьми, погрустись, посмеяться. Есть много историй, когда случайным образом радиовещатели спасали тех, кто был в тяжелом эмоциональном состоянии. Незнакомый голос может стать для тебя самым родным. Радиооборудование тоже имеет свою особенность. Радио, оно должно работать 24 на 7, постоянно, круглые сутки. И оборудование это достаточно серьезное и надежное. Оно включается и в лучшем случае никогда не должно выключаться. Вот радиооборудование рассчитано именно на круглосуточное вещание. Вот так получается, сделано все надежно, чтобы никогда радиослушатель не мог оторваться от своей любимой радиостанции. Георгий Степлотов вспоминает своего коллегу Ильхама Нигматулина и передает ему привет. Когда-то мы работали вот здесь, в этой радиорубке. Было очень интересно, потому что сам он талантливый человек, творческий, ностальгирует радиоведущий. В жизни каждого радиовещателя есть много ярких воспоминаний, о которых он может рассказывать с улыбкой. Но насколько радио актуально в наше время? В 2021 году вы утверждали, что радио будет жить вечно, но за эти годы очень многое изменилось, и появились стриминговые площадки, которые перетянули очень большой трафик аудитории на себя. Это все еще вопрос актуальности? Да, я считаю, что радио как таковое, оно не умрет никогда. Это что-то из разряда вечное. Музыку будут люди слушать всегда, ее нужно как-то будет доносить. Да, изменилась форма подачи. Мы все знаем, что первые радиоволны – это аналоговые волны. Сейчас все переходит в цифру. Даже некоторые думают, что та частота FM – это все тот же аналог, но это далеко не так. Все уже оцифровано. Георгий соглашается, что перестраиваться под новые вения радиовещателям нужно, но база останется базой. Даже стриминговые платформы основываются на принципе радио. Профессия эта непростая, где нужно постоянно упражняться, развиваться. Каждый эфир готовится около 3-4 часов. Необходимо подготовить тексты, структуру, плейлисты. Слушатель хочет слышать красивый, поставленный голос, а это дается непросто. Каждый художник много работает, его ждет много проб и ошибок. И все, чтобы люди могли восхищаться его произведением. Луиза Башманова, Евгений Соколов, Обнинск ТВ 1 июня. Открытие нового фэшенебельного тайского спа-центра в Обнинске. Для вас мы пригласили лучших мастеров массажного искусства из Таиланда. Вас покорит изысканный дизайн. Бассейн, джакузи, сауна, кедровые бочки, зона релакса для души и тела. В честь открытия все лето час тайских спа-процедур всего 2900 рублей. Обнинск, Курчатова, 32, телефон 9 90 90. Тайский спа-центр «Кристалл». Философия преображения.